пищевая сода я в 2015 году написал большую статью по пищевой соде вопрос этот меня интересовал я решил разобраться с ним подробно на хорошем таком уровне и вот как раз вот этот уровень я вам и продемонстрирую и так пищевая сода из каких разделов эта статья состоит 1 пищевая сода и кислотно-щелочная равновесие организма второе воспалительный процесс его особенности 3 пищевая сода свойства и применение советы по приему пищевой соды содовой ванны это все относится к свойствам и применению пищевая сода против нитратов и пестицидов рецептура использования пищевой соды чистка пищевой содой от паразитов пищевая сода в лечении псориаза пищевая сода против рака Голазание на содовой воде Рассказы о приеме пищевой соды Бытовые способы применения пищевой соды Четвертый раздел О пищевой соде и способах ее применения из средневековых источников Пятая пищевая сода, пепел, божественное огня Это уже такие мистические способы применения пищевой соды И шестое заключение Я много слышал о лечебном применении пищевой соды И мне захотелось в этом самостоятельно разобраться Информация о ней разнообразная Поэтому я ее разбил на несколько разделов В зависимости от источников Изучив эти источники, я в конце статьи выскажу свое мнение Первая пищевая сода и кислотно-щелочная равновесие организма Гидрокарбонат натрия, сода или по-другому пищевая сода Пищевая питьевая сода, он же бикарбонат натрия Натрий двулекислый, это соль Вернее кислая натриевая соль угольной кислоты Считается, что эта соль была первоописана в 1801 году немецким аптекарем Розе Однако, врачеватели древности Авиценна, Абердовлад Амассиация и другие В своих лечебных трактатах давали подробную рецептуру применения соды Гидрокарбонат натрия, то есть пищевая сода Является важным компонентом не только крови Но и вообще всех жидкостей организма Ее основная роль в организме заключается в нейтрализации кислот Повышение щелочных резервов организма Поддержание в норме кислотно-щелочного равновесия организма Итак, поговорим о кислотно-щелочном равновесии организма Прежде чем идти дальше, разберемся, что собой представляет кислотно-щелочное равновесие В чем его измеряют и какова его роль в поддержании здоровья В химии существует понятие водородный показатель Который обозначается как PH Происходит он от латинских слов Pondus hydrogenii Что означает вес водорода И произносится как PH Водородный показатель Это мера активности В очень разбавленных растворах Она эквивалентна концентрации Значит, начнем сначала Это мера активности иона водорода в растворе Количественное выражение его кислотности Он рассчитывается по определенной формуле И для чистой воды при 22 градусах Цельсия он равен 7 единицам PH Это является нейтральным показателем кислотности Когда концентрация обоих видов ионов в растворе одинаковая Говорят, что раствор имеет нейтральную реакцию PH равна 7 При добавлении к воде или иному раствору кислоты Концентрация ионов водорода H плюс увеличивается А концентрация гидроксидионов OH минус Соответственно уменьшается Если добавляем основание, наоборот Повышается содержание гидроксидионов OH минус А концентрация ионов водорода H плюс падает Когда H плюс больше OH минус Говорят, что раствор является кислым PH больше 7 А при OH минус больше водорода Щелочным PH больше 7 Для нас важно, что Когда PH меньше 7 Это кислотное свойство А щелочное это PH больше 7 После того краткого вступления Вновь вернемся к крови Кровь это не вода, а биологический раствор В котором находятся Пороложительно заряженные частицы Катионы и отрицательные анионы В норме общее количество катионов в плазме крови Составляет 154 МКВ на литр Причем на долю натрия приходится 142 Калия и кальция по 5 Магния 2 Общее количество анионов такое же Основным анионом плазмы является хлор 105 Угольная кислота 25 Окис фосфора 2 Окис серы 1 Остальное приходится на долю органических анионов Белки 17 Органические кислоты 4 Концентрация анионов Несколько превышает концентрацию катионов В связи с чем Кровь имеет слабо щелочную реакцию Калибрится в пределах От 7,37 до 7,43 PH И заряжена отрицательно PH крови является одним из самых стабильных параметров организма человека и один из наиболее важных Потому что обеспечивает протекание всех жизненно важных реакций И если кислотность крови снизится до нижнего промежутка нормы 7,37 то возникает состояние ацидоза То есть закисление А если к верхнему 7,43 То алкалоза, защелачивание и то и другое расценивается Современной медициной как состояние тяжелой болезни Потому что жизненные процессы прекращаются И если параметр PH крови выйдет несколько дальше за границу нормы То человек попросту погибает Поэтому кислотность крови это наиболее важный параметр Нашего гомеостаза Гомеостаз это постоянство внутренней среды И организму крайне важно поддерживать его в пределах нормы Вообще тема PH внутренней среды в связи с разбором полезных свойств пищевой соды Весьма интересна и важна Поэтому мы разберем ее подробнее Оказывается в различных частях организма и даже органа кислотность может значительно отличаться Это же касается и кислотности содержимого Просвете органа и кислотности на поверхности слизистой оболочки того же органа Например для слизистой оболочки желудка характерно Что кислотность на поверхности слизи Обращенный в просвет желудка составляет 1,2-1,5 PH То есть насколько она кисла Чувствуете? Мощнейшая соляная кислота А на стороне слизи обращенной к стенке нейтрально 7,0 Ну начнем все по порядку То есть если бы кислотность была такая возле стенки желудка Она просто ее проела бы Кислотность слюны и полости рта Обычно кислотность смешанной слюны человека равна 6,8-7,4 PH Однако при большой скорости слюноотделения она может достигать 7,8 PH Что и становится щелочной Слюда в норме, обогащенная кальцием, фосфатами Содержит карбонаты, натрий, калий, магний и обладает щелочными свойствами При смещении PH ротовой полости в кислую сторону происходит отчаговая деминерализация эмали зубов с появлением эрозы твердых тканей зубов и образование в них полостей кариеса В кислую сторону в норме PH полностью рта должна быть слегка щелочной Кислотность в пищеводе Нормальная кислотность в пищеводе 6,7 PH Во время процесса пищеварения возможно некоторое попадание кислого содержимого желудка в пищевод Это называется гастроэзофагиальным рефлюксом Если их относительно немного, они считаются физиологическими и не сказываются на состоянии пищевода В противном случае возможно раздражение рефлюксом эпителии пищевода и развитие болезненного состояния пищевода Кислотность в желудке Нормальная кислотность в полости желудка натощак 1,05-2 PH То есть такое кисло Кислотность на поверхности эпителиального слоя обращенного в просвет желудка такая же Кислотность в глубине эпителиального слоя желудка около 7 единиц PH Отсюда важно сохранять защитную слизь в желудке для его правильной работы Очень осторожно следует относиться к тем веществам, продуктам и лекарствам, которые ее разрушают А разрушают ее аспирин, нестероидные, противовоспалительные препараты и тому подобное Что приводит к повышенной кислотности в желудке Пониженная кислотность наблюдается при атрофии особых клеток синтезирующих соляную кислоту Или нарушении их работы Кислотность в тонком кишечнике Тонкий кишечник состоит из нескольких отделов И в каждом из них своя собственная кислотность Связано это с тем, что в просвет тонкого кишечника открываются важные пищеварительные железы Которые выбрасывают пищеварительные секреты Которые имеют собственную PH Более того, чтобы пищеварительные ферменты эффективно действовали Нужна и соответствующая PH среды внутри кишки Нормальная кислотность в луковице 12-перстной кишки 5,6-7,9 PH Кислотность в тощей и подвздошных кишках нейтральная или слабощелочная В пределах от 7 до 8 PH Кислотность в сока тонкой кишки 7,2-7,5 PH Щелочная Кислотность в толстом кишечнике Кислотность в сока толстой кишки 8,5-9,0 PH То есть она щелочная В восходящем и среднем отделе сигмовидной кишки около 7,9 PH В нисходящем отделе сигмовидной и верхнем отделе прямой кишки около 8,8-8,6 PH То есть щелочная Ближе к выходу из прямой кишки PH составляет 7,7-7,3 То есть также щелочность уменьшается Кислотность кала здорового человека питающегося смешанной пищей зависит от микрофлоры толстой кишки и считается нормальной в диапазоне от 6 до 8 PH То есть как бы сказать нейтрально Кстати кислотность в миконе Миконе это первородный кал новорожденных около 6 PH То есть он кислый миконий Отклонение от нормы при кислотности кала резко кислая PH менее 5,5 бывает при бродильной диспепсии Кислая PH от 5,5 до 6,7 бывает из-за нарушения всасывания в тонкой кишке жирных кислот Щелочная PH от 8 до 8,5 может быть из-за гниения белков пищи не переваренных в желудке в тонком кишке Воспалительного экссудиата в результате активации гнилостной микрофлоры и образования миака и других щелочных компонентов в толстой кишке То есть при гниении в толстом кишечнике образуется щелочная среда Резкая щелочная среда более 8,5 бывает при гнилостной диспепсии То есть при колите Значит надо, надо закислять это дело Кислотность мочи При нормальном питьевом режиме и сбалансированном питании кислотность мочи находится в пределах от 5 до 6 PH Но может колебаться от 4,5 до 8 PH То есть кислая моча Кислотность мочи повышается, если в рационе у человека преобладает мясная пища, богатая мелками Увеличивает кислотность мочи тяжелая физическая работа Молочно-растительная диета привела к тому, что моча становится слабо щелочной Повышение кислотности мочи отмечается при повышенной кислотности желудка При пониженной кислотности желудочного сока не влияет на кислотность мочи Изменение кислотности мочи чаще всего соответствует изменению кислотности крови Кислотность влагалища Нормальная кислотность влагалища женщины, как глибеца, от 3,8 до 4,4 pH. И в среднем составляет от 4 до 4,2 pH, то есть она кисла. Кислотность влагалища при различных заболеваниях. Цитолитический вагеноз, кислотность меньше 4. Кандидозный вагенит, кислотность от 4 до 4,5 pH. Трихомагнантный кальпит, кислотность от 5 до 6 pH. Бактериальный вагеноз, кислотность больше 4,5 pH. Атрофический вагенит, кислотность больше 6. Аэробный вагенит, кислотность больше 6,5 pH. Для заподдержания кислотной среды и подавления роста условно-патогенных микроорганизмов влагалища, в основном отвечают лактобактерии, они же лактобацилы. Отсюда при лечении многих гинекологических заболеваний, на первый план выходит восстановление численности лактобацил и нормальной кислотности. Кислотность спермы. Нормальный уровень кислотности спермы находится в пределах от 7,2 до 8 единиц pH. Увеличение уровня pH спермы происходит при инфекционном процессе. Резкощелочная реакция спермы. Кислотность примерно от 9 до 10 pH свидетельствует о болезненном процессе при стательной железе. При закупорке вводящих протоков обоих семенных пузырьков отмечается кислореакция спермы. Кислотность 6-6,8. А в кислой среде сперматозоиды теряют подвижность и погибают. Кислотность кожи. Поверхность кожи покрыта воднолепидной кислотной мантии, состоящей из смеси кожного сала и пота. В которую добавлены органические кислоты. Молочная, лимонная и другие. Она является первым барьером защиты от микроорганизмов. В норме кислотность покрова кожи равна 3,5-6,7 pH. На ее поверхности высокая концентрация водородных ионов. То есть кожа у нас кислая. К тому же поверхность кожи заселена нормальной симбиотической микрофлорой, способной к существованию в кислой среде. К тому же некоторые из бактерий сами вырабатывают молочную и другие кислоты, внося в свой уклад формирование защиты кожного покрова. При некоторых кожных заболеваниях величина кислотности изменяется. Например, при грибковых заболеваниях pH возрастает до 6, при экземе до 6,5, при углевой сыпе до 7. Кислотность биологических жидкостей человеческого организма. Кислотность жидкости внутри человеческого организма в норме совпадает с кислотностью крови и находится в пределах от 7,35 до 7,45 pH. А при рождении человека pH крови почти 8, то есть она такая щелочная. С возрастом этот показатель падает. Кислотность других биологических жидкостей человека в норме проверена в таблице. Цитоплазма клеток, то есть внутри клеток, около 7,45. Слюна от 7,3 до 7,5. Желчь, щелочная жидкость от 8 до 8,5. Женское молоко от 6,9 до 7, то есть а вот женское молоко, смотрите, более такая кисленькая жидкость. Панкреатический сок щелочной от 7,5 до 9, Синавиальная жидкость, то есть в коленных суставах, то что место в суставах, от 7,3 до 7,6, то есть там она щелочная. Сок предстательной железы от 6,6 до 6,8, то есть а он, так сказать, слабокислый. Буферные системы крови. Информация о кислотности организма нам очень пройдется в дальнейшем, когда будем разбирать область применения пищевой соды. А сейчас мы вернемся к кислотности крови, этому важному параметру нашего организма. Как же организм его поддерживает? Организм поддерживает кислотное щелочное равновесие с помощью специальных физиологических систем и механизмов, которые называются буферные системы крови. Их можно сравнить с первой линией защиты, которая препятствует резким перепадам ПАЖ крови и внутренней среды организма вообще. Устройство их сложное, многоуравнивое и взаимосвязанное. Если в кровь поступают сильные кислоты, то их превращают в слабую угольную кислоту. И если щелочит, то в слабощелочный бикарбонат. Ну вот реакции какие. И что мы видим? Во всех этих реакциях участвует гидрокарбонат натрия. Натрий-HCO3. Если продолжать настойчиво истощать щелочные запасы крови путем употребления чрезмерно кислых продуктов, то подключаются более глубинные буферные системы. А именно для нейтрализации кислотности крови из костей начнут выделяться ионы кальция. И первым сигналом, что этот процесс начинается, является появление оскомины на зубах. Начинается из значения эмали зубов, состоящей из кальция. Далее или одновременно с этим происходит выход кальция из костей и они становятся хрупкими. Важно отмечить, что при поедании ощелачивающих продуктов, свежих овощей, капусты, зелени, свеклы и т.д. Соответственно происходит обратная реакция компенсации. Смещение внутренней среды организма в кислую сторону провоцирует воспалительные процессы. В преждевременное старение в щелочную улучшается работа почек, повышается активность организма. Но я думаю, все это имеет свои, так сказать, пределы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч!